Воскресенье в Центральной Библиотеке прошла встреча печорских авторов, которая положила начало существованию литературного общества в нашем городе. Подробнее в нашем сюжете. Необходимость подобной организации назрела давно. В печоре достаточно поэтов и просто талантливых людей, которые немало пишут. Правда, преимущественно в стол. Поэтому структура, которая их объединит, была бы очень кстати. На прошлой неделе эта мысль воплотилась в реальное мероприятие – встречу городских писателей и поэтов. Было около 10-12 человек, но там еще опоздали многие, потому что перепутали время. Пришли уже позже. Ну, как я услышал сейчас, что вроде бы жалели, что вовремя не попали. Но в перспективе, я думаю, там очень много наберется. У меня еще есть такая мысль, что придется еще, наверное, на филиалы делить, потому что есть ЖД-часть, есть речная, там тоже свои люди есть, тут тоже свои, я все время наездился. Если много соберется, потому что литераторов много, в принципе, просто они не обобщены. Вот придется как-то делить потом. Но пока будем обходиться как есть, пока все не станет на поток, на широкую ногу. Почти во всех крупных городах республики есть свои объединения писателей и поэтов. Многие из них даже регулярно выпускают собственные литературные издания. Такие организации не только помогают в развитии творчества своих участников, но и приносят пользу городу, в котором базируются. Задач очень много. У нас хочется отождествлять все праздники. Хочется конкретно к праздникам давать задания, чтобы конкретно люди занимались только тем. Вот будет 65 лет Печоре, вот будет 9 мая, День Побега. Ну, чтобы на каждый праздник, конечно, наш коллектив чего-нибудь делал, первое. И второе, будем, так сказать, отправлять кандидатов наших для того, чтобы конкретно озвучить, чтобы любое мероприятие было озвучено стихами, либо же прозой, либо же, ну, чтобы, как говорят, не кричали с трибун, да здравствуйте, или там слава КПСС. А конкретно, чтобы все это было озвучено в стихотвольной форме. Виды работ литературного общества могут быть самыми разными. В первую очередь, это, конечно же, корректорская работа. Поэты и писатели делятся друг с другом идеями, указывают ошибки. Работают со школьниками, организовывают занятия литературных кружков, помогают в подготовке общегородских мероприятий. И даже устраивают собственные концерты или публичные чтения. Стать частью объединения может любой талантливый человек. Там нет никаких жителей, там нет национальности, нет возраста. Если человек чувствует себя талант, писательский, либо же поэтический, то, пожалуйста, в любое время, только с радостью будем принимать, ну, предварительно знакомим с уставом. Будем слушать, будем заслушивать, будем коллективом решать, там из-за чего это литературное объединение? Из-за того, что там каждый человек имеет право показать свой талант. И каждого человека можно оценить по его критериям, что он значит, как писатель, либо как поэт. Все это будет читаться каждым из нас, вот, и давать оценку. У литературного общества пока нет названия. Предварительный его вариант уже озвучили на первом заседании «Северная параллель». Но утверждать не стали. Может быть, появятся более интересные мысли. Окончательное решение литераторы примут на второй встрече, которая состоится в феврале. Продолжение следует...